привет всем сегодня я хочу приготовить очень простое блюдо с подсчетом калорий и так же как подсчитывать калорийность и бжоу этого простого блюда ну во первых что нам понадобится нам понадобится вот такие весы электронные вот чтобы их отрегулировать то есть они стоят на нулю на нуле мы ставим вот такую тарелочку так сейчас их включим еще раз вот ставим тарелочку вот и пока отвес тарелочки нам ее надо сбросить мы ее сбрасываем вот у нас 0 так с наших продуктов ну допустим берем помидор так смотрите помидор у нас весит 115 грамм записываем снимаем помидор так потом весим у нас вот есть такие поры я буду делать яйцо с порами вот 19 грамм так теперь вес яйца естественно без скорлупы 61 грамм записываем так взвешиваем молоко так у нас показывают но 31 пишем 30 записываем 30 грамм так вот я взбила яйцо вот деревенское яйцо и вот я порезала вот я порезала помидоры и поры сейчас это все всыпаю в эту тарелочку перемешиваю и потом добавлю молоко так я все смешала вот у меня получилось такая такой омлет такая смесь и я сейчас это все поджарю на сковородке и будем взвешивать готовую готовый уже продукт и я вам объясню как считать именно калории боже вот этого готового продукта и что нужно делать дальше так на тетрадке когда мы взвешивали вот у нас так три продукта 4 продукта яйцо помидоры лук порей молоко на отдельном листочке у меня допустим заведена тетрадке вот у меня заведена тетрадка я вам ее сейчас покажу вот у меня заведена тетрадка вот такая вот я вам уже ее показывала где я записываю вот все продукты в 100 граммах и вы можете завести такую тетрадку и записать его допустим яйцо калорийность вот вот калорийность допустим тут идет 100 граммах потом белки жиры и углеводы вы можете взять это калории этих продуктов с интернета есть разные там программы посмотреть и записать тетрадку то есть каждого продукта яйцо но я вам покажу калорийность каждого продукта яйцо помидор лук порей молоко калорийность каждого продукта мы пишем на 100 грамм вот потом нам надо будет посчитать калорийность каждого продукта который у нас получился со своим весом так сейчас мы выливаем наш омлет на сковородку так распределим распределим помидор лук порей и ждем пока зажарится ну вот и подготовила тарелку и сейчас буду взвешивать свой омлет так вес готового омлета у нас получился сто девяносто три сто девяносто три грамма записываем вес готового омлета сто девяносто три грамма и а мы посчитали калорийность всего нашего омлета это 139 калорий и в описании ниже я дам более для тех кто не понял еще раз свои расчеты чтобы вы поняли принцип как рассчитывать калорийность готового блюда но обязательно заведите тетрадку заведите тетрадку сделайте такие графы и записывайте калорийность каждого продукта 100 граммах если вы покупаете допустим продукт это может быть хлеб или хлеб или допустим сыр то как только вы купили вы опять же записывайте все в тетрадку в 100 граммах и потом уже по весу вы считаете вы знаете сколько вы калорий съедаете и потом вы привыкнете все это на глаз будете уже как бы все делать но именно обязательно обязательно нужно знать калорийность каждого продукта и на этом наверное я закончу если понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на мой канал будьте со мной задавайте вопросы пишите комментарии пишите как кто какими методами конечно же это занимает время и но вода под лежачий камень не текет все равно надо что-то такое делать чтобы был бы какой-то результат хотя бы начать в следующем видео я расскажу о своей мотивации что меня мотивировало именно вот такому похудение это не сразу было это наверное где-то длилась полгода пока я решилась на это но тем не менее процесс пошел правда не сразу и я довольна вот этим процессом и результатом ну что всем пока пока ну 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 ну